Пишем, чего делаем. И композиторская организация серьезно собралась к нам в гости. Но просто я хочу поздравить Азербайджану Валентиновичу как ярко. Я вот героя нашего региона. На самом деле героя. Просто так держать, называется, не дождутся. Не дождутся. Остается пожелить наш аппетит. Не скажите при порадоваться. В присутствии властей. Я вам уже сказала, что сейчас интервью выйдет. Я сказала, что а в чем молчать? Нет. Просто я вам рассказала, как живут там. Я не стала говорить, что у нас плохо. Совершенно определенное, ясное. Потому мы туда ездим. Каждому здравомыслящему человеку понятно, что есть вещи, которые преднамеренно делают. Почему вы не улыбаетесь? Я начинаю объяснять, почему мы не улыбаемся. В любой стране, где они бывают, они не понимают до конца все равно. Почему мы не улыбаемся? У меня глаза очень грустные. Кто-то начинает говорить, что у нас проблемы Советского Союза, что у нас и так все было. А ну это мы так же. Просто мы улыбаемся и все. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 не вполне справедлива, поскольку, не глядя на этот возраст, Владимир Пономарёв уже действительно состоявшийся художник. Владимир, может быть, в самом начале Вы немного расскажете о себе, о том, как в Вашу жизнь пришла музыка, когда появилось первое сочинение? Можно сказать, что музыка пришла в мою жизнь, если уж так говорить. В сильной степени случайно. Я не собирался становиться музыкантом. Долгое время не собирался, даже когда уже учился в музыкальной школе, заканчивал её. И даже когда собирался поступать в музыкальное училище, в Красноярское училище искусств, всё-таки, так сказать, вот как-то я ещё не ощущал себя музыкантом. Музыкантом я почувствовал, пожалуй, себя лишь оказавшись в училище. А всё моё детство было посвящено стихам, поэзии, слову, языку. Так уж получилось, что я очень рано соприкоснулся с поэзией. Ну, так сказать, здесь пришлось бы рассказать некоторые обстоятельства моей судьбы. Ну, я не буду занимать наше время рассказывать об этом долго и подробно. Скажу лишь, что где-то с четырёх, примерно с половиной лет, и лет, наверное, до десяти, до одиннадцати, я очень часто выступал в качестве чтеца стихов. Я очень хорошо помню те времена. Меня представляли во всевозможных мыслимых и немыслимых концертах. По многу раз вызывали на бис, засыпали цветами. Хотя мне сейчас трудно понять, действительно ли я так хорошо, артистично выступал, был таким замечательным чтецом, либо просто я, так сказать, был маленький и умильный. И сейчас об этом судить трудно. Но так или иначе, всё кончилось тем, точнее, не кончилось, и каким-то совершенно, так сказать, для меня естественным образом перешло от чтения стихов к сочинению стихов. Не в своих тетрадях, куда я записываю стихи, я, так сказать, уже не писал каких-то лучших стихов, я просто записывал всё подряд. Поэтому, действительно, они стали для меня какими-то дневниковыми записями. Я стал помечать их числами определенными, когда, так сказать, что и произошло. Ну, а что касается музыки, здесь тоже можно было бы рассказать предысторию, но я не буду этого делать. В музыкальную школу я попал случайно, а вот, закончив музыкальную школу и поступив в музыкальное училище, через некоторое время почувствовал, что, как музыка начинает меня забирать, и я уже не могу без неё, она во мне. И я в ней, и всё, что произошло позднее, после, произошло самым естественным и логическим образом и путём. Я закончил училище искусств, поступил в консерваторию, закончил консерваторию и вернулся в Красноярск, где сейчас я нахожусь. Сочинения, наверное, где-то в 15-ти, может быть, в 16-ти летнем возрасте появились какие-то первые более или менее серьёзные, более или менее крупные сочинения. То есть для композитора это может быть несколько поздно, будем говорить так. Но, с другой стороны, я просто чувствую и всегда это ощущал, что творческая энергия, энергия, которая в человеке, собственно говоря, и является творчеством, которая и приводит к творчеству, она едина. Пишет ли человек стихи, причём, мне это говорили другие люди, это часто ощущал сам, и по седине ощущаю это. То настроение, то состояние, в котором предчувствуешь творчество, оно едино, оно идентично, чтобы после этого не последовало. Последует ли после этого стихотворение, либо возникнет новое сочинение музыкальное. Ну а в связи с этим можно ли говорить, что в вашем творчестве действительно преобладающим является жанр, где важен союз музыки и слова? Я знаю, что у вас достаточно много произведений инструментальных и для камерных ансамблей, сольных исполнений на фортепиано, на виланчели и всё же. Почему отдаётся предпочтение вокальной и хоровой музыке? Ну, я бы не сказал, что отдаётся предпочтение. Действительно, сочинений у меня много, самых разнообразных. Может быть, лишь количественно сочинения хоровые и вокальные несколько преобладают над инструментальными. Но здесь есть ещё одна причина. Вот я уже говорил, что я поступил в музыкальную школу, потом в музыкальное училище, то есть, так сказать, это всё какие-то внешние вехи. А вот что происходило там внутри, я, так сказать, об этом не говорил. И вот если говорить об этом, то я должен сказать, что поступив в музыкальную школу, я оказался, сразу же оказался в хоре детской музыкальной школы. И очень рано я почувствовал и красоту, и прелесть хорового пения. Мне понравилось это, я ощутил себя внутри хора. Это тоже очень важное ощущение. И вот прошло какое-то время, я стал сочинять музыку. И, вероятно, это привело к тому, что чаще и активней, так сказать, мой интерес был направлен в сторону хоровых сочинений. Я говорю сейчас о хоровых сочинениях. Потому что хоровых сочинений у меня действительно больше, чем сочинений каких-либо других. Ну, а вокальная музыка, она всегда рядом. Потому что слово, мелость, пение, так сказать, всё очень близко. Хоровое, вокальное. Владимир, а что прозвучит сейчас из вокальных произведений? И кто будет исполнять? Сейчас прозвучат два вокальных сочинения, написанные довольно давно. Но прежде не звучавшие, во всяком случае здесь в Красноярске. А один из вокальных циклов не звучал вообще никогда на концертной эстраде. Вот до самого ближайшего времени. Прозвучат две сатиры, которые я назвал из переводов Вильгельма Левика, поскольку там взяты стихи замечательного нашего переводчика Вильгельма Левика. Одна сатира написана на тексты, на стихотворение Шиллера, другая на стихотворение Гейна. Мой дар иссяк в мозгу свинец, И докурила струбка. Шиллера, как пуст, о мой творец, Как вдохновенье хрупко. Берло скребет, и на листе краи стихи без чувства. Где взять в сердечной пустоте Священный жар искусства? Как высечь мелк знущей рукой Стихи из огня и света. О, фев, ты враг, стряпни такой бриги, Согрей поэта. Стихи из огня и света. Стихи из огня и света. Стихи из огня и света. И скрыла тьма принцессу. Мой божь, пусть пишет сатана Во племя стирки пьесу. Вот сосед мой дом, где мритец, Саламанских дар колбитец, Только стенка отниляет от меня его надвики. Днем гуляет он красоток, Обжигая горным взглядом, Бьет селс, пряцают шпоры, И бегут собаки рядом. Но в прохладный час вечерний Он сидит, мечтая дома, И в руках левого гитара, И в рудине его и стома. Ты, как шватика по струнам, Как сада с импедным жаром, Чтоб тебе шалеру, дрюха, За твой голос и гитару. И все же вернемся к хоровой музыке. У меня возникло впечатление, Что большинство произведений Именно в этом жанре у вас отличается Глубокой содержательностью, А некоторые имеют и религиозную направленность. Я имею в виду прежде всего Семь хоров из всеночного гдения. Интересно, вот это сочинение, Оно предназначалось для непосредственного Исполнения в храме? Или все-таки это светская музыка? О своих сочинениях я могу сказать лишь, Пожалуй, вот что. Все эти годы, с консерваторских лет, Я внимательно изучаю, тщательно изучаю Русскую хоровую музыку, Русскую духовную музыку И по тем сборникам, которые Которые бывают, оказываются у меня в руках И в непосредственном контакте с ней Я сам люблю петь в хоре Долгое время был певчим церковного хора Просто так и штатным певчим То есть было по-разному Поступить в консерваторию, это ведь был 79-й год И это была Новосибирская консерватория Здесь опять можно было делать оговорки Наверное, те, кто бывал там Наверное, поймут меня без слов Но для тех, кто плохо себе представляет Эту ситуацию, придется сделать одно пояснение Новосибирская консерватория, в которой я учился Всегда славилась своей кафедрой марксизма-ленинизма Эта кафедра была ведущей кафедрой консерватории И, так сказать, держала марку И правило бал, что называется Так вот, из меня тотчас стали делать советского композитора А я еще очень многого не понимаю Может быть, не будучи в состоянии как-то выразить Но подспудно уже ощущал, что мне не хочется быть советским композитором Мне хочется быть русским композитором И в этом стремлении быть русским композитором Я невольно пошел в церковь, чтобы изучать Ну, так сказать, речь не только о том, что традиции сохранились только в церкви Я не хочу этого сказать Но в концентрированном виде Когда мы говорим, где сохранилось то Что в сильной степени было утрачено за эти годы, за эти десятилетия То, наверное, в церкви Если говорить о том, где оно сохранилось Церкви оно сохранилось все-таки в концентрированном виде В комплексе Ибо там сохранилось не только пение Но и традиции архитектурные, и живописные И многое-многое другое То есть для того, чтобы почувствовать себя русским композитором Мне это было просто необходимо И все это продолжалось в течение примерно десяти лет И вот сейчас, наверное, наступил тот период Когда все те впечатления, о чем я уже говорил Накапливавшиеся за это время Стали требовать выхода И действительно У меня стали возникать сочинения На связанные с традициями Православного хорового пения Но не связанные непосредственно с обиходом Вот всеночная, о которой вы говорили А в ней 18 номеров И Новосибирский камерный хор, который взял ее в репертуар Исполняет обычно 7 номеров Законченным циклом Она, конечно же, описалась для концертного исполнения Но в ней я постарался Там была довольно сложная задача Которую я перед собой поставил Я постарался, с одной стороны, остаться человеком своего времени Живущим в последней четверти 20 века Мне захотелось написать сочинение Которое, с одной стороны, было бы связано с традициями обиходы В котором бы узнавалась эта традиция А с другой стороны, чтобы она не была ложью о нашем времени О нашем времени Ибо если мы посмотрим на то, что мы называем золотым фондом русской православной духовной музыки То мы можем обнаружить И это причем вопреки всем спорам, которые велись вокруг духовной музыки в те времена И, кстати, эти споры стали возобновляться сейчас Мы можем обнаружить, что в принципе композиторы, которые писали для церкви Крупнейшие композиторы Возьмите кого угодно Чесноков, Архангельский, Костальский, Гречанина, кого угодно Они писали и своим языком И языком своего времени И, так сказать, в своем собственном индивидуальном стиле И поэтому все разговоры о том, что есть церковный стиль И что не является музыкой церковной по стилю, по языку Мне кажется, разговорами бессмысленными То есть мы должны говорить, что есть русская музыка И что не есть русская музыка Потому что что есть, так сказать, русская культура Русь тысячу лет православна Наверное, это и дает ответы на многие вопросы Владимир, я имела большое удовольствие Ознакомиться с вашими поэтическими тетрадями Которые вы так скромно называете дневниками жизни И вы знаете, вот создается такое впечатление Что муза, муза поэзии вас посещает очень часто И в довольно интересных обстоятельствах Иногда у вас возникают рифмы прямо на вокзале На автобусной остановке, в общественном транспорте Или в самолете Что за процесс творчества для вас? Вот именно как поэта, а может быть и как музыканта У вас одинаково, в одинаковых условиях пишется и музыка, и стихи? Или есть какие-то границы? Я не знаю, что это за процесс Но я уже сказал о том, что это действительно энергия Которая требует выхода в творчество Энергия совершенно идентичная Чтобы после этого не возникало стихотворение Или пьеса музыкальная А у меня разница лишь в том, что Стихи действительно записывают как дневниковые Как какие-то дневниковые записи Не обрабатывая, не шлифую А отношение к музыкальным сочинениям Уже, разумеется, иное Ну, а возникают они, конечно же Как вы верно заметили В самых невероятных ситуациях И, так сказать, в ситуациях непредсказуемых С некоторых пор я стал носить нотные записные книжки Чтобы записывать, фиксировать Потому что процесс действительно Это может произойти где угодно, да? Совершенно верно, да Я сейчас сыграю две прелюдии Из нового, еще не оконченного цикла Прелюдии для фортепиэн Субтитры создавал DimaTorzok 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 Был ветер такой, что казалось порою Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok